Уважаемые коллеги, продолжая нашу дискуссию, сразу остановлюсь на том факте, что я выступаю против химиотерапии на данном судилище. Но после того диспута, который состоялся в Москве, ко мне приезжало несколько пациентов с таким вопросом. Доктор, мы в недоумении, вы химиотерапевт, вы заведуете отделением химиотерапии, вы выступаете против химиотерапии, особенно при меланоме. Приезжали причем пациенты издалека, из других городов. Так что внесу некоторую ясность. Мы живем в России, мы не исключаем химиотерапию как таковую, она остается у нас на вооружении. Мы лечим больных химиотерапией, это не значит, что мы ее не применяем. К сожалению, те препараты, которые появились новые, они высокоэффективны, но они зачастую нам недоступны. Но те аргументы, которые свидетельствуют о том, что химиотерапия – это все-таки уже вчерашний день в некоторых ситуациях, это однозначно. Кстати, недавно были мы у доктора Шехтера в Израиле, к которому очень много пациентов наши рвутся и ездят. Он однозначно говорит, что он не применяет химиотерапию для лечения меланомы уже два года. Я не знаю, на самом деле так это или не так, но говорит абсолютно безапелляционно. Итак, какие аргументы против химиотерапии? Первое – это, конечно, низкая эффективность химиотерапии. И что бы вы ни говорили, что достаточно высокая эффективность, по литературным данным, 25% – вот это выдержки из наших рекомендаций «Русско». Вот последнее исследование, кстати, о котором говорил Михаил Валерьевич, применение абраксана для лечения метастатической меланомы. 15% эффективности не влияет на общую выживаемость, безрестивную выживаемость, выигрыш тоже небольшой. На деле мы видим все-таки эффективность химиотерапии достаточно меньший процент. Золотой стандарт декорбозин, который остался, 6-8%. Да, некоторые больные имеют выигрыш от лечения, однозначно, но их не так много. В целом низкоэффективность. Второе – отсутствуют предиктивные маркеры, о котором сейчас вы говорили. Мы вместе с сорняком вырываем не только хорошие цветочки, мы уносим и часть почвы. И поэтому те осложнения – это, конечно, необоснованная такая роскошь. И в итоге мы имеем достаточно высокую токсичность. Токсичность не только гематологическую, но токсичность и негематологического характера. И зачастую наши пациенты со сложением нуждаются в госпитализации. И не всегда им оказывается должная помощь, если они поступают, конечно, не в специализированные учреждения. Это остается высокой проблемой. И что мы на сегодняшний день имеем без новых препаратов? Общая выживаемость меньше одного года. Один год живут где-то треть пациента с метастатической меланомой. Конечно, это небольшой процент. Что происходит? Какой аргумент здесь против химиотерапии? То, что, конечно, появились новые препараты. На сегодняшний день FDA одобрила 8 режимов химиотерапии. Это таргетные препараты, их сочетание, иммуномоноклональные антитела против CTL-4, против рецепторов программированной смерти клеток и комбинации препаратов. То есть за короткий период, за 5 лет, 8 новых комбинаций одобрено. К сожалению, конечно, у нас в Российской Федерации еще много что недоступно остается. Но, тем не менее, посмотрим на этот слайд. Общая выживаемость пациентов. Мы уже говорим про одногодичную выживаемость с метастатической меланомой, которая превысила 80%, 83%. Мы говорим о трехлетней выживаемости, о четырехлетней выживаемости пациентов, которые живут, более трети пациентов живут с метастатической меланомой более 4 лет. И что еще? Возникла мысль о том, что часть больных мы можем вылечить. Вот эта стойка плата, о которой мы сегодня говорили, и говорят достаточно много, мы уже говорим не о трехлетней выживаемости, мы говорим о семилетней, а о десятилетней выживаемости. То есть где-то пятая часть больных после лечения эпилемумабом можно считать, что они являются излеченными пациентами. Может быть, у них есть признаки заболевания, но они находятся в хорошем качестве жизни, без признаков прогрессирования заболевания. И их можно перевести либо в хроническую группу пациентов, либо абсолютно вылеченных пациентов. Безусловно, самый большой аргумент невозможности применения современных препаратов в такой большой практике – это их высокая стоимость. Если посмотреть на этот слайд, конечно, он достаточно красноречив, потому что стоимость вемброфениба на месяц лечения в сотни раз больше, чем золотой стандарт Декарбазин. И эффективность затрат, как видите, она исчисляет десятками миллионов рублей на дополнительный год жизни с наличием пациентов, с наличием мутации. Но вот посмотрите, достаточно сегодня будет об этом говорить еще Алла Всеволодова-Рудакова, я не буду останавливаться. Но очень интересно, вот здесь есть данные о том, что вот больные с мутацией ВИШ-100К, у них единственная, наверное, возможность есть – это лечиться вот как раз ингибиторами, прав ингибиторами, потому что все остальное им будет малоэффективно, и эффективность затрата у них как раз здесь более приемлема. И еще раз аргументирую тот факт, что следует думать о назначении таргетных препаратов пациентов, особенно молодого возраста, которые являются социально значимыми, они работоспособные люди, у них частота мутации достигает 80%. То есть обращать внимание, может быть, выборку какую-то пациентов делать именно молодого возраста, которые являются интересны для нашей страны как работоспособные, как социально значимые люди. Ну и последний аргумент – это, конечно, пациенты имеют всегда самый лучший результат, когда они получают самую лучшую терапию в первую очередь, потому что всегда есть риск, что пациент не сможет получить в последующей линии терапии за быстрое прогрессирование. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Я так понимаю, что мы не можем отрицать прогресс.